Мы еще сохраняем фантастический уровень гражданских свобод, который сейчас полностью отсутствует в Европе и в США. В Америке уже прекращается. Конечно, в Европе и в США. Этого нет. В Европе нет. Поэтому мы, конечно, я вам так скажу, вот мы вот эту часть завершим правильно, а потом все выстроим. К сильным идут все. К проигравшему не идет никто. Американские нынешние формы капитализма и нынешние технологии развития общества, они не совпадают. И отсюда этот кризис. Отсюда этот кризис. Потому что, посмотрите, даже эта либеральная, так сказать, вот эта либеральная буржуазия, которую представляет Байден, финансово-олигархическая, она пытается сохранить эту систему. Вплоть до диктатуры готова сохранить. Вплоть до диктатуры. Причем Трамп на самом деле ее тоже не спасет. Не, он не спасет ее. Но дело все в том, что они правильно понимают, Трамп ее быстрее разрушит. А они хотят и продлить ее. Ничего удивительного в том, что вот такое ополчение против Трампа, лидеров европейских и вообще Европу они уже сломали, там просто никого нет, кто бы мог бы что-то противопоставить. А почему против Трампа? Потому что Трамп – это яркий представитель Белой Америки, та, которая еще помнит какие-то свои традиции, которая хотела бы их сохранить. И ведь вот этой глобалистской такой повестке очень мешает вообще национальное государство и какие-то национальные самосознания. И вообще понятия такого не должно быть. Вот такая биомасса, биороботы должны быть, у которых даже в принципе не может каких-то мыслей прийти в голову, как у Орвелла называется мысли преступления. Вот к этому идет западная цивилизация. Поэтому Трампа будут добивать, он сильный человек, я помню, я в 96-м году с ним встречалась здесь в Москве, я помню, он сильный человек, яркая личность, но он, как они говорят, сексист, расист, ну и никак не вписывается в ЛГБТ и прочие повестки все. Никак не вписывается. Я так понимаю, Трампа тогда уже завербовали. Ну, наверное, завербовали. Во всяком случае, он любил красиво жить, любил женщин, умел работать, делать бизнес, два раза банкротился, вставал опять. То есть это сильная личность. Таких будут давить. В Европе лидеров таких уже просто не осталось. Это что касается западной цивилизации. Все-таки вот они свое население прежде всего считают за дебилов. Может, не зря? Конечно. Конечно.